Здравствуйте! Вы смотрите в центре внимания в студии Евгения Монакова. 2 декабря в городском доме культуры в Большом зале начнется мероприятие в рамках акции «Портрет победы». Я надеюсь искренне, что те, кто уже знают про эту акцию, наслышаны, они, конечно, обязательно придут. Ну а те, кто еще не слышал, у вас сейчас есть возможность узнать и то, что было, и то, что будет, то, что планируется от заведующего методическим отделом городского дома культуры Александра Рихновец. Здравствуйте, Александра! Здравствуйте! Александра, ну правда, вот я тоже, кстати, не так, наверное, давно узнала про эту акцию, потому что вот оказывается, ей уже два года. Да, действительно, проекту «Портрет победы» уже два года, мы запустили его в 2014 году, и в рамках проекта успешно реализован и выпущен краеведческий альбом «Портрет победы» одноименный, и акция живет, и мы надеемся, будет жить еще очень долго и приносить много пользы. Ну вот этот альбом у вас сейчас находится на столе, если можно, покажите зрителям хотя бы обложку, чтобы узнали, о чем это, в принципе, да, мы говорим. Ну, приятно выглядит, я так понимаю. Добротно. Да-да-да-да-да, действительно, я так понимаю, что там собраны какие-то истории достаточно личные, да, такие, семейные. Да, это действительно истории семейных архивов наших горожан. Уникальность альбома в том, что наполняется он именно историями наших амурских предков, наших героев Великой Отечественной войны, и истории это из первых уст. Сколько вот приблизительно хотя бы людей откликнулись, и теперь их предки, вот, собственно, появились в этом альбоме «Портрет победы». На акцию в разное время, и в 2014 году, и в 2015, откликнулись порядка 300 наших горожан. И запускался проект именно как городской, но получилось так, что охватил всю область. К нам ехали из Свободного, к нам ехали из Зеи и из многих других населенных пунктов, и рассказывали нам свои истории. Александра, вот история, а никакого объема? Бывает же, что некоторые вообще практически ничего не знают о своих предках героических, да? Какую-то элементарную информацию, а кто-то вот знает прям целые большие истории, которые переходят из уст в уста. Да, действительно. Но очень много тех, кто знает, например, только имя, или очень много тех, кто, может быть, даже не имеет никакой фотографии. И дело в том, что в этом альбоме, к сожалению, отображены истории, только имеющие какую-то архивную подоплеку. То есть, может быть, это фотография, может быть, это, ну, хотя бы там ордена, медали. Ну, то, что можно действительно описать. Но очень много тех, кто не знает ничего. И для этого, как раз 2 декабря, мы запускаем акцию «Портрет Победы», посвященную Дню Неизвестного Солдата. Когда можно будет рассказать о тех, о ком совсем нет информации. Ее очень мало. И мы постараемся рассказать вот хотя бы эту незначительную, небогатую информацию всем нашим горожанам. Вопрос, кому рассказывать? То есть, как это будет выглядеть? Если можно, сейчас расскажите. Конечно. Мы приглашаем наших жителей, приглашаем гостей города прийти в Городской Дом культуры 2 декабря в 17.00. С собой можно принести, ну, все, что есть, любую информацию, фотографию, там, ордена, медали. Мы постараемся, ну, фотографии действительно имеются в виду. А письма, вот, например, тоже у кого-то сохраняют все? Да. Очень много и в краеведческом альбоме «Портрет Победы» представлено писем. Можно принести все, что есть, тем, кто еще не принес в Городской Дом культуры свои материалы. Мы это обработаем и расскажем жителям Благовещенска на наших общегородских праздниках и мероприятиях патриотических эту информацию. Вот смотрите, День Героев Отечества 9 числа, да, до этого проходит другая памятная дата, День Неизвестного Солдата. Вот в данной ситуации я знаю, что у вас есть еще другие благородные цели, которые, вы надеетесь, удастся тоже осуществить. В том случае, ежели, ну, разные у нас войны были действительно, и не все получали звание Героя далеко, те, кто воевали, собственно, на этой войне. И вы хотите помочь тем, кто, может быть, не прошел этот путь, да, не получилось, чтобы предки фактически прошли его дальше, да? Да. Если можно, расскажите. Действительно, многих людей уже нет. И многим, может быть, не заслужено, не присвоено звание, не присвоены ордена и медали, и нет никаких наград. Но человек сделал и для нашей страны, для всего народа очень много. Мы хотим, чтобы люди, даже не имеющие наград, вот, предки, знающие какую-то историю, пришли к нам, рассказали эту историю. А мы, в свою очередь, ну, общественностью, с помощью общественности, с помощью средств массовой информации, с помощью наших городских мероприятий расскажем эту историю, ну, со сцены большому количеству людей. И, ну, как мы знаем, информация — это большая сила, и мы надеемся, что нас услышат, и, может быть, спустя какое-то время этот человек будет удостоен звания, удостоен награды. То есть я так понимаю, что ваша задача — всеми способами поспособствовать, чтобы эта информация дошла до тех, кому она предназначается. Конечно, да. Ну, это действительно очень благородная цель, и я уверена, что сейчас многие заинтересовались, нужно ли вообще что-то как-то заранее, собственно, оповещать о себе, как куда-то записываться. Или можно прийти просто на мероприятие, которое будет 2 декабря, и дальше уже по плану действовать? Действительно, 2 декабря мероприятие начнется, ничего заранее не нужно. Мы понимаем, что не всегда есть время на это. Можно просто прийти в зал Городского дома культуры, где вас примет наш специалист. Можно будет в этот же день посмотреть концертную программу Духового оркестра Городского дома культуры. Можно будет посмотреть интересную выставку нашей истории, которую нам благородно представляет ВПО «Россия». Можно будет окунуться в эту атмосферу, пообщаться, познакомиться с краеведческим альбомом «Портрет Победы». И вот в этой всей атмосфере она всегда у нас получается очень дружеской, очень семейной. И люди, которые принимают участие обычно в наших акциях, они практически друзья, если не семья. И поэтому мы надеемся, что в нашей семье будет пополнение, что люди откликнутся, придут. И вместе мы сможем сохранить память о тех людях, которые подарили нам мир и свободу. Действительно удивительно. Вы тоже рассказывали перед эфиром мне о том, что те, кто описывал свои истории для этого альбома «Портрет Победы», они стали уже общаться между собой. И у них действительно какие-то завязались такие отношения. Действительно. И это мероприятие, но лишний раз встреча для этих людей, это лишний раз. Они встречаются, они рассказывают друг другу эти истории. Они друг друга понимают. И мы их понимаем. И вот буквально каждый человек, который отражен в этом альбоме, вот я как автор этого проекта могу сказать, что я с ним знакома. Они настолько проникнуты честно и откровенно об этом говорят, что это не может оставить равнодушным никого. Ну, знаете, тем не менее, Александра, вы все-таки достаточно юны. И мне удивительно, насколько вы прониклись всем этим проектом. Было время, когда вообще как-то подзабылось все это наше героическое прошлое. Сейчас вот молодое поколение уже совсем по-другому, наверное, относится к истории, к памяти, к наследию. Вы это видите? То есть какие люди вообще приходят участвовать в вашей акции? Какого возраста? Как правило, носителями все-таки информации выступают люди старшей возрастной категории. Но они берут с собой внуков. Это очень приятно, когда вот он такой маленький, он уже знает про своего героического прадедушку. Он приходит, он с гордостью об этом рассказывает, говорит. И у нас в рамках нашей акции не раз проходили мероприятия, которые были связаны с открытым микрофоном. То есть можно было прийти и публично рассказать о своих героических предках. То есть правнуки тоже участвовали, я так понимаю. Ну, это хорошо. Действительно, акция нужна не только тем людям, которые хранят память, но и тем, кому ее предстоит передавать. Правильно? Да, конечно. Я вам действительно желаю, чтобы мероприятие прошло при полном аншлаге. Чтобы, опять же, был такой же замечательный отклик, который был вот и два года назад. Спасибо вам большое за такое нужное дело. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня с гостями была Александра Викновец, заведующая методическим отделом городского дома культуры. А вы смотрели в центре внимания. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok